Глава Химок провел встречу с учащимися школы Лига Первых. Ребята рассказали Дмитрию Волошину о своих идеях по улучшению городского округа. В неформальной обстановке собрались 15 инициативных школьников, которые отличились в учебе, спорте, творчестве и волонтерской работе. Поступила инициатива, к нам обратились, писали нам школьники о том, что давайте мы расскажем о своих желаниях, инициативах. Мы подумали, что, наверное, будет неплохо чай вместе выпить. С удовольствием в такую погоду. Ребята учатся в школе Лига Первых, которая вошла в список лучших в рейтинге Министерства образования Московской области. Ее учащиеся заняли призовые места в Национальной технической олимпиаде в Санкт-Петербурге в первом муниципальном киберспортивном турнире среди учащихся Химок. Помимо знаний у ребят немало идей в части развития городской инфраструктуры в сфере благоустройства и образования. Например, Дарья Чернявская предложила обустроить тематический парк. Нужно создать парк, который посвященный журналистам, героям-журналистам, на долине реки Грачевка, потому что я считаю, что это самое идеальное место для этого, так как возле этой долины расположены два детских садика и школа. И дети, которые будут приходить с занятий домой, могут пойти погулять и узнать больше о... или узнать, или вспомнить про героев-журналистов. А вот девятиклассник Евгений Сотников предложил открыть в Химках IT-клуб, где дети смогут изучать современные технологии, программировать, создавать игры. Где можно будет школьникам, которые заинтересованы в современных технологиях, заниматься интересным делом, программировать, создавать игры и много еще других дел, но для которых нужно хорошее специальное оборудование. Дмитрий Волошин отметил, что в 2024 году в округе откроют современный центр цифрового образования при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Уже выделены средства на закупку оборудования. Всего в регионе откроют пять таких клубов. Один из них на базе Химкинской школы «Лидер». Не оставят без внимания и идею Евгения Сотникова, отметил глава, а также предложения других ребят, в числе которых возрождение традиции баломедалистов. Принимается. Тогда все ваши инициативы мы с вами будем открывать. С вами клуб, с вами сквер, вы нас пригласите на бал. Не обошли стороной и тему спорта. Юные футболисты и баскетболисты предложили идею провести финал игр не в спортивных залах, а на профессиональных площадках. Дмитрий Волошин поручил профильному управлению организовать для ребят решающие матчи на базе арены Химки. Мне показалось самым интересным по поводу спорта, чтобы проводить чемпионаты. Мне очень понравилась эта идея. Я считаю, что нужно это реализовать. По окончании встречи Дмитрий Волошин поручил наладить систему взаимодействия школьного сообщества и администрации города, чтобы ни одна хорошая идея учащихся не оставалась без внимания. Александр Сергеев, Руслан Сафин, Новости Химки ТВ.